МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Как всегда в это время в нашем эфире информационная программа «События» о главных новостях дня вам расскажут мои коллеги. И я, Александр Новиков, здравствуйте. Депутаты профильных комитетов Брянской областной думы провели рабочее совещание на строящихся объектах в Почепе. Там сейчас готовят к вводу в эксплуатацию очистные сооружения. Началось строительство детского сада, возводится Ледовый дворец. Подробности в нашем репортаже. Очистные сооружения в Почепе строятся по самым современным стандартам. Установлена инновационная двухуровневая система очистки. Инженерные коммуникации могут принимать 630 кубических метров стока в сутки. Если потребности города вырастут, объем может быть увеличен до 1000 кубических метров. Подрядчики назвали предварительную дату пробного запуска объекта – 9 мая. Вопрос останется на контроле депутатов. Вы сказали, 9 мая, там в этих числах будет у нас комитет после как раз. И мы вас приглашаем, то есть мы дополнительно вам направим приглашение и главе района, и уже будем разбираться, куда мы выходим. Строят очистные по госпрограмме развития топливно-энергетического комплекса ЖКХ Брянской области. По программе создания дополнительных мест для детей от полутора до трех лет в Почепе возводят детский сад на 200 мест. Причем 120 будут отданы под ясельные группы. Рабочие вышли на объект 4 месяца назад, а в декабре этого года детсад должен быть построен. Его стоимость – 170 миллионов рублей. Это деньги из областного бюджета. Была проблема с очередями в детский сад, особенно в ясельную группу. Благодаря поддержке губернатора на сегодняшний день мы были на объекте, и мы видим, что ведется строительство. Строители работают в графике. В городе Почепе уже многолетняя традиция – это хоккейная команда любительская, которая с нетерпением ждет запуска этого дворца. Поэтому здесь хорошая спортивная традиция, и на сегодняшний день есть потребность в Ледовом дворце. Ледовый дворец стал третьим объектом в повестке рабочего совещания депутатов. В развивающемся микрорайоне очень скоро появится новое спортивное сооружение. Здесь будет одноэтажная арена с трибунами на 100 зрителей и двухэтажная часть с тренерским помещением. Строители учли внесенные губернатором Александром Богомазом замечания. Во дворце будет еще и хореографический зал. Строящиеся социальные объекты находятся на особом контроле. Этому очень большое внимание уделяет и губернатор нашей области, и курирующий заместитель губернатора, который курирует строительную отрасль Сергея Михайловича Тимошенко. И вы видите, что депутаты очень серьезно подходят, и местная власть в муниципальных образованиях очень серьезно к этому подходит, к контролю качества и к сроку выполнения работы. Ледовый дворец строители должны сдать в конце июня. Депутаты напомнили о необходимости строго соблюдать сроки работ на объектах, строительство которых финансируется по государственным программам. Наталья Будник, Анатолий Чикрыгин. События почеп. Работники одного из крупных заводов Брянска привились без отрыва от производства. Вакцинация сотрудников предприятий набирает обороты. Мобильную бригаду врачей 1-й городской поликлиники Брянска на заводе принимают уже в четвертый раз. Репортаж Татьяны Жуковой. На брянских промышленных предприятиях продолжается массовая вакцинация против коронавирусной инфекции. Работники сделали прививку российской вакциной «Спутник Ви». Инженер Татьяна Сапожкова пришла пораньше, заняла очередь за вторым компонентом вакцины. Я уже переболела. Болела в июне месяце. Болела нелегко, так бы сказать. Поэтому заболеть второй раз желания нет. Поэтому решили, что надо привиться. Перенесла прекрасно. У меня не было ни температуры, никаких гриппозных состояний. В общем, чувствовала себя хорошо. Медицинский персонал Брянской городской поликлиники номер один уже четвертый раз приезжает на этот завод. Весь путь от поликлиники до места назначения вакцина проходит под строжайшим контролем медицинских работников. Из поликлиники вакцина выкладывается из морозильной камеры и помещается вот в такой охлажденный, предварительно охлажденный термоконтейнер. Вакцина укладывается. Обязательно укладывается термоиндикатор для контроля соблюдения правил холодовой цепи. И только после этого закрывается контейнер и осуществляется доставка в то место, где запланирована вакцинация. Условия вакцинации для сотрудников компании такие же, как и в поликлинике. Правила проведения прививочной кампании соблюдаются неукоснительно. Перед прививкой пациента осматривает врач. Сатурация из измерения температуры и давления и обязательная беседа с доктором. Только после этого прививочный кабинет для пациента открыт. Очень многие хотят привиться, но не у всех есть возможность прийти в поликлинику. Это связано с режимом работы, с графиком работы. Поэтому мы, конечно, идем навстречу. И в поликлинике мы создали выездные прививочные бригады, которые выезжают на места. Эти бригады созданы из врачей, фельдшеров и прививочных медицинских сестер. Заболеть и выйти из строя на несколько недель сейчас, когда ситуация в экономике постепенно стабилизируется, сотрудники компании себе не позволяют. Завод, когда многие предприятия простаивали, продолжал работать. А потребность самостоятельно посещать поликлиники для вакцинации отпала. Ну это надо было, например, мне в руку поехать, записываться. А здесь пришел и сделал прививку. Нам намного удобнее, потому что не надо идти записываться, сидеть в очереди, ждать их где-то в поликлинике. Здесь спокойно пришел, сделал и пошел дальше своими делами заниматься. Вакцинация на заводе добровольная. Руководство предприятия старается проводить ее перед выходными, чтобы у сотрудников была возможность отдохнуть и восстановиться после прививки. Я хочу выразить большую благодарность работникам нашей поликлиники, которые доброжелательно, исключительно профессионально выполняют свою работу. От нас с вами зависит, как мы сформируем коллективный иммунитет. Если у вас или у вашего коллектива нет возможности прийти в поликлинику, мы ждем от вас заявок на проведение вакцинации у вас на производстве. Заявки исполняются немедленно, потому что в настоящий момент у нас есть вакцина. Она у нас в достаточном количестве для того, чтобы привить всех, кого необходимо. Мобильная бригада врачей и фельдшеров первой городской поликлиники навестит предприятие еще не раз. Как показывает практика, желающих сделать прививку становится все больше. Татьяна Жукова, Игорь Винничук. События. Брянск. Депутат Государственной Думы Николай Валуев встретился с финалистками конкурса «Мисс и миссис Земля-2021». Встреча прошла в атмосфере дружеской беседы. Красавицы интересовались самыми разными аспектами жизни известного политика, интересными эпизодами спортивной и политической карьеры. В откровенном разговоре Николай Валуев вспомнил несколько малоизвестных фактов из своей биографии. Рассказал о взаимоотношениях с детьми и принципах воспитания. В свою очередь участницы объяснили гостю, что такое проект «Мисс и миссис Земля». Это не просто конкурс красоты. Это целый комплекс мероприятий, включающий в себя обучающие программы, круглые столы и благотворительные акции, направленные на популяризацию семейных ценностей. В этом году мы расширили рамки конкурса, не просто конкурса, а чего-то более весомого, чтобы этот конкурс нес в себе все социальные и важные аспекты жизни. И чтобы наши участницы стали не просто участницами, а что-то несли, какую-то важную, нужную составляющую. Были амбассадорами, поддерживали материнство, участвовали в каких-то социальных проектах. Ежегодно 2 апреля мы отмечаем День единения народов Беларуси и России. Документ, который заложил основы дружеских и добрососедских отношений, был подписан 25 лет назад. Наши народы роднят вековые традиции, общие духовные и культурные ценности, подвиги предков, память о событиях Великой Отечественной войны, которая бережно передается из поколения в поколение. Обмен опытом и сотрудничеством между Брянской областью и Республикой Беларусь проходит на самых разных уровнях. Мы не просто соседи и друзья, мы давние и надежные партнеры. Наша область входит в десятку основных регионов партнеров Республики Беларусь. Белорусское землячество на Брянщине создано в целях укрепления мира, дружбы и согласия между российским и белорусским народами. Сегодня приграничное сотрудничество продолжает развиваться. Традиции продолжает и молодое поколение. Проводятся совместные молодежные форумы, культурные и спортивные мероприятия. «Льется и льется, словно года, в чистых крыницах чудо-вода» – слова из песни Андрея Эшпая. В Брянском краеведческом музее состоялось торжественное открытие выставки картин Натальи Пугачевой «Крыницы. Родники нашей общей истории». Представленные полотна посвящены Дню Единения народов Беларуси и России. Название выставки не случайно. Она дает возможность зрителям еще раз взглянуть в крыницы, родники нашей истории и ощутить тесное единство народов Беларуси и России. Наталья Пугачева – уроженка белорусского города Кричев, ныне учитель изобразительного искусства Жуковской средней школы номер один Брянской области. На ее холстах – любовь к природе и истории. У России и Беларуси еще больше общего, чем может показаться на первый взгляд. 2 апреля – праздник единения наших народов. День, чтобы в очередной раз вспомнить о нашей общей истории. Беларусь и Россия – добрые соседи. Нас объединяет не только общая территориальная граница. Мы разделяем трагическую историю Великой Отечественной войны, скорбные судьбы Брянской Хатсуни и Белорусской Хатыни. Но более всего нас роднит стремление жить в мире. Границы не могут пройти через сердце каждого белоруса или россиянина. Они могут на земле обозначать, что это границы. А мы были и будем вместе. Белорусскому землячеству на Брянщине Наталья Пугачева преподнесла в подарок картину. На этой картине изображены васильки и ромашки, как символ России и Белоруссии. После торжественного открытия выставки – авторская экскурсия. Все пейзажи Наталья Пугачева пишет с натуры или этюдов. У героев картин также есть свои прототипы. В своих работах стараюсь сохранять живость изображений и энергетику, которая присутствует в природе наших мест. Вот эту красоту, свет этот стараюсь передавать, конечно. Помимо картин Наталья Пугачева пишет стихи. Некоторые дополняют полотна, представленные на выставке. День единения народов Белоруссии и России для художницы – особенный праздник. Он объединяет две ее родины. Я родилась в Белоруссии, в Могилевской области, в городе Кричеве, который мне очень дорог, как каждому человеку. Его маленькая родина, малая родина, она очень дорога. Но так как я уже очень долго живу на Брянщине, для меня еще стала дорога вот эта большая родина – Россия. Некоторые полотна выставки писались за пару дней, другие – несколько лет. Полюбоваться ими все желающие могут с 1 по 19 апреля в Брянском краеведческом музее. Возрастное ограничение – 0+. Александра Савельева, Кирилл Пухляков. События. Брянск. Запись детей в первой классе стартовала в школах Брянской области. В этом году, как и по всей стране, в нашем регионе прием документов будет проходить в два этапа. Новый порядок зачисления разработало Министерство просвещения России. По мнению специалистов, это необходимо для того, чтобы облегчить процесс зачисления детей, сделать его максимально комфортным и справедливым. Например, нововведения дают детям право преимущественного приема в те школы, где обучаются их братья и сестры. Первый этап подачи документов продлится до 30 июня. В это время заявления принимают от тех семей, которые живут на закрепленной за школой территории. Второй этап записи пройдет с 6 июля по 5 сентября. Свободные места в школах смогут занять дети из других микрорайонов. Также с 1 апреля в школах ввели должность советника директора по воспитанию. Ход реализации в Брянской области программы модернизации первичного медицинского звена обсудили в региональном отделении партии «Единая Россия». За круглым столом посредством видеосвязи врачи, представители департамента здравоохранения, актив областного отделения партии смогли обсудить самые острые вопросы, которые возникают при воплощении данной программы в жизнь. Программа модернизации первичного медицинского звена в Брянской области рассчитана до 2025 года. Она касается прежде всего фельдшерско-акушерских пунктов и поликлиник, то есть всего 149 объектов. Финансирование составит почти 4 миллиарда 700 миллионов рублей. На эти деньги будут проводить ремонт помещений, закупку современного оборудования. В районных поликлиниках наконец-то появятся аппараты КТ и МРТ. «Без решения невозможно добиться успеха ни по одному из федеральных проектов, включая как национальный проект здравоохранения, так и демография. Речь идет о показании первичной медицинской помощи по принципу приближенности к месту жительства, месту работы или обучения с целью доступности и повышения качественной медицинской помощи для различных групп населения». Программа охватывает территорию, на которой проживает 650 тысяч человек. Без транспорта здесь не обойтись, поэтому планируется закупить 225 санитарных автомобилей, которые в том числе позволят доставлять медперсонал к месту работы. Ведь не секрет, что проблема привлечения кадров остается актуальной, несмотря на все предпринимаемые меры. «В регионе очень много делается для вас, врачи. Вам квартиры приобретаются, возможность учить наших школьников в Сеченском предунаверсале и поступать им в такой престижный вуз нашей страны имеет место быть. Есть программа «Сельский доктор». Кроме этого, врачи постоянно проводят ярмарки вакансий, приходят в школы, где агитирует молодежь идти учиться в медвузы. Есть программа целевого обучения. Служебное жилье, предоставляемое врачам, через 10 лет работы можно приватизировать. «Вся инфраструктура должна работать на привлечение врача в сельскую местность, согласно на 100%. Все-таки жилье – это как основополагающее, куда приедет врач». Программа модернизации первичного медицинского звена призвана создать комфортные условия для работы врачей и повысить качество обслуживания пациентов. Александр Новиков, Анатолий Чикрыгин. События Брянск. Солнце на улице светит, с каждым днем все ярче, за окном плюс, а как следствие автолюбители региона уже начали менять зимнюю резину на летнюю. Что советуют эксперты и что прописано в законе, разбиралась наш корреспондент. В конце холодного периода вопрос, когда же пора переобуваться. У автолюбителей появляется все чаще, но, как говорят специалисты, торопиться в этом случае не стоит. Теплая погода за окном чаще всего обманчива. Ночной минус дает о себе знать ранним утром. На дорогах еще может быть гололедица. Но и не только это. Для летней резины температурный минус также может быть опасен. Весна, конечно, очень долгожданное время года и очень непредсказуемое. Днем может быть до плюс 10, а вот ночью минус 3. Ну, с одной стороны, конечно, уже поскорее хочется распрощаться зимой, а с другой стороны, спешка хороша в трех случаях. И смена резины зимней на летнюю в это число, кстати, не входит. Как советуют автопроизводители, прежде всего основываясь на физических свойствах материала, из которого изготовлены колеса, менять зиму на лето необходимо при среднесуточной температуре выше плюс 7 градусов. Чтобы особенно в утренние часы резина, что называется, не дубела, что в свою очередь может сыграть злую шутку при торможении. Также напомню всем автолюбителям о наказании за эксплуатацию шипованной резины в летний период. Смена резины ограничена законодательством с 1 марта до 1 июня 2021 года. Если у вас шипованные покрышки, то последний день езды на них – это 31 мая. Разумеется, большинство до этой даты уже обновляют резину. Рекомендуем следить за прогнозом погоды и при положительных температурах своевременно заменить зимние шины на летние. Использование зимней резины летом снижает безопасность управления транспортным средством. А именно, тормозной путь автомобиля увеличивается, а его маневренность ухудшается. Есть и дополнительный ряд требований. Размерность покрышек должна соответствовать колесному диску. Учитывается и высота протектора у летней резины, а также не допускаются поврежденные шины. Все это прописано в законе. Мария Сильвестрова специально для программы события. В Клинцах благоустроят сквер основателям города. Это сделают благодаря региональной программе, которая является частью нацпроекта «Жилье и городская среда». Этот сквер – знаковое место для жителей города. По легенде, именно сюда со своей семьей пришел крестьянин-старовер Василий Афанасьев, сын Клинцов. Здесь он и заложил слободу, которая была названа его именем. Реконструкции в этом сквере не было с момента установки памятника. Благодаря региональному проекту в следующем году эту территорию планируют привести в порядок. В этом году в целях реализации программы «Комфортная городская среда» жители города будут определять дизайн-проект, который будет реализован на территории сквера основателям города, определившийся по итогам рейтинга голосования в 2020 году. На выбор жителям Клинцов представили три дизайн-проекта благоустройства сквера. Здесь предусмотрены места для отдыха, новое освещение, планируется сделать больше дорожек. Голосование будет проходить онлайн на сайте 32.городсреда.ру. Жители, имеющие право голоса, у нас с 14 лет и выше могут принять участие активно и определить тот дизайн-проект, который хотелось бы реализовать на этой территории. Голосование закончится 30 мая. Проект, набравший большее количество голосов, будет реализован в 2022 году. Евгения Гриненко, Андрей Шевченко, Григорий Дупанов, Евгений Цветков. События Клинцы. Мы продолжаем рассказывать о достижениях брянских сельхозтоваропроизводителей. В этот раз наша съемочная группа побывала в Жуковке на производстве одного из самых распространенных деликатесов – сыра с плесенью. Ассортимент расширяется и уже сегодня завод готов удивить сыром аналогов, которому нет на российском рынке. Это камамбер с черным трюфелем. Подробностью нашего корреспондента Екатерины Зойдиной. От такого многообразия сыров у истинного гурмана голова может пойти кругом. Сыры королей – бри, камамбер с белой плесенью – это только самая малая часть того, что производится на предприятии. Так выглядят популярные деликатесы на этапе созревания. А начинается все с закупки качественного сырья, лаборатории и этих огромных ванн. Каждая вмещает по две тонны молока. На данном этапе происходит перемешивание сырного зерна, который через линию подачи сырного зерна попадает на формовочную машину, где сырное зерно формуется и попадает уже непосредственно на блокформу, где дальше идет на самопрессование. Качество молока – особые требования. Закупается оно у местных производителей. В цехах установлено инновационное оборудование, применяются современные технологии. Это позволяет получить продукт, не уступающий по качеству французскому сыру. Это сыр бри, который произвели мы вчера. И сегодня, после самопрессования, происходит этап соления. Далее, после соления, сыр направляется на созревание. Жуковское предприятие производит уже ставшие популярными бри, камамбер, бресбрю и рикотто. В конце прошлого года ассортимент пополнился новинками – сыром комбасола с белой и голубой плесенью и камамбером с натуральным итальянским черным трюфелем. На сегодняшний день этот сыр не имеет аналогов на российском рынке. Здесь уже завершается, да? Созревание идет сыром? Это этап созревания, где сыр находится при определенной температуре от 12 до 16 градусов. Также по показателям сыр стоит определенное количество дней. Когда достигает определенных показателей, сыр переходит на упаковку. Вот что это за сыр? Это сыр Бри. Дата выработки 24 марта. Сколько он здесь будет созревать? Как определяется степень готовности? Определяется по показателям, по физико-химическим показателям самого готового продукта. В камере поддерживается температура от 12 до 16 градусов. За процессом созревания сыра наблюдают не только люди, но и машины. Данные с электронного модуля передаются напрямую во Францию. Как только сыр созревает, он отправляется в цех упаковки. Жуковские сыры представлены уже не только в России. Начиная от Калининграда до Хабаровска, в каждом больших магазинах, в больших городах наш сыр представлен в торговых сетях. Помимо того, что мы в том году вышли на реализацию страны таможенного союза. Это Казахстан, Киргизия, Белоруссия. Растет география, увеличивается ассортимент. Завод не останавливается на достигнутом. В планах удивлять покупателей новинками. Екатерина Зойдина, Игорь Винничук. События Жуковка. Перед судом предстанет бывший мастер муниципального предприятия Карачевского городского поселения Брянской области. Его обвиняют в получении взятки. Со скрытой камерой осужденный, отрабатывающий на предприятии наказание в виде обязательных работ, идет давать взятку. Уже вторую. Первые 10 тысяч рублей, переданные по требованию мастера муниципального предприятия, помогли закрыть глаза на прогулы и внести в документацию ложные сведения о выполненных работах. Через некоторое время злоумышленник потребовал дополнительную сумму в размере 10 тысяч рублей за те же незаконные действия, о чем осужденный сообщил в полицию. Мужчина был задержан сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции у МВД России по Брянской области. Под их контролем и происходила передача второй части взятки. В настоящее время расследование завершено. Собранные органом предварительного следствия доказательства признаны прокурором достаточными для утверждения обвинительного заключения и направления уголовного дела в суд. Евгения Гриненко при содействии пресс-службы УМВД и Следственного управления Следственного комитета России по Брянской области. События Карачев. На этом все. Еще раз напомню, что все новости программы Брянской губернии можно посмотреть в любое время на нашем сайте губерния.тв. Я благодарю вас за внимание и желаю вам приятных наступающих выходных. Увидимся.